Здравствуйте, в эфире телеканала Автоплюс, программа «Наши тесты». Из всего многообразия мототехники наибольшее удовольствие иметь дело с той, что создано для развлечений, для получения удовольствия от езды. Рядом со мной спортивный мотовездеход класса «Сайд-бай-сайд» CFMoto CF800. Для неискушенного в мотовездеходной технике человека это квадроцикл с автомобильными органами управления и с вот таким вот каркасом. Как раз-таки машина для того, чтобы отвлечься от городской суеты и получить дозу адреналина на бездорожье. Конечно, CF800 можно использовать и для других целей. Например, отправиться на охоту или рыбалку. Но концепция этой машины в том, чтобы ездить по бездорожью исключительно быстро. Об этом говорит и конструкция, укороченные свесы, увеличенные ходы подвесок и более солидная рама. CF800 Z8 выглядит агрессивно, как и положено такому вездеходу. Выразительная оптика с линзованными фарами головного света и светодиодные габаритные задние фонари. Кузов изготовлен из прочного и приятного на ощупь пластика. При внешнем осмотре к качеству сборки никаких претензий. В списке базового оборудования – лебедка с пультом дистанционного управления. Что редкость даже для более дорогих мотовездеходов такого класса. При необходимости на CF800 можно установить и фаркоп. А что с начинкой? Сердце этого мотовездехода – V-образный 800-кубовый четырехтактный двигатель. Трансмиссия – вариатор с понижающей передачей с возможностью принудительной блокировки дифференциала. Конечно, тут кое-что есть и с точки зрения практичности. Например, небольшой багажный отсек, в котором есть петли и вот такая вот сетка, позволяющая удержать грузы, когда вы едете по ухапам. Итак, посмотрим, что здесь есть внутри. У пассажира точно такое же сидение, как и у водителя, с четырехточечными ремнями. А кроме того, есть вот такая вот солидная ручка, за которой можно держаться. Что касается бардачков, то тут он всего один и максимально функциональный – положить какой-нибудь фонарь или провода. Есть и розетка на 12 вольт, куда же без нее на бездорожье? Навигатор удобный подключать. Что касается информативности приборного щитка, то все лаконично, просто. Спидометр, одометр, температура охлаждающей жидкости и уровень топлива в баке. Чуть выше мы видим индикатор, который показывает режим работы трансмиссии. Управляется все вот с этого блока из двух кнопочек. Если мы хотим включить не только задний, но и полный привод, жмем красную кнопку и видим, что здесь загорается две оси. Если же мы хотим заблокировать межосевой дифференциал, мы переставляем вот эту пластиковую заглушку и включаем желтую кнопку. Видим здесь крестик. Это значит, что дифференциал заблокирован. Ну, перемещаемся на водительское место. Надеваем шлем и смотрим, на что способен этот мотовездеход. Для начала мы решили поездить исключительно на заднем приводе. Так, конечно, несколько медленнее выбираться из каких-то труднопроходимых мест. Но зато куда веселее машина отлично едет боком. И становится невероятно маневреннее. На скользком покрытии можно разворачиваться практически на месте. Просто нужно посильнее нажать педаль газа при повернутых колесах. Радиус разворота этого мотовездехода 475 сантиметров, что вполне достаточно для маневрирования среди препятствий на пересеченной местности. Вы знаете, вообще ощущение за рулем приятное. Есть какой-то запас прочности. Вам так и хочется нажать, газ посильнее. Педаль газа, кстати говоря, короткоходная, но очень информативная. И тяга моментальная. Нажимаете, и машина со своим 800-кубовым двигателем активно набирает скорость. Разгонная динамика достойная. Даже на размытом покрытии мотовездеход легко и почти незаметно набирает скорость более 60 км в час. Конечно, на ровных грунтовых дорогах кому-то захочется гонять на скоростях выше 100 км в час. Но тут по дорожкам с кочками, лужами и размытой колеей разогнаться до сотни попросту негде. С завода CF800Z8 приходится ограничителем максимальной скорости. Но многие владельцы их снимают прямо у дилера. Перед тем, как отправиться покорять бездорожье в такую погоду, нужно озаботиться об экипировке. Так как за считанные минуты салон и вы сами покрываетесь толстым слоем грязи. Единственный недостаток от вот этого обилия грязи, то что ничего не видно. Конечно, вот это пластиковое стекло снимается, тогда у вас рельс запачкать шлем и очки еще больше. Но зато вы хоть что-то будете видеть. Потому что изнутри это стекло запотевает моментально, снаружи покрывается вот таким вот слоем грязи, и вы едете, что называется, по прибору. Теперь попробуем забраться в более серьезное бездорожье. Для этого включим нижний ряд. Он включается вот этим селектором над себя. И все, можно ехать. То ощущение, что этот моторизди-код может прыгать где угодно. Конечно, переусердствовать не стоит, но правда, вездеходные способности этой машины порадуют. Конечно, мотовездеходы класса сайд-бай-сайд уступают по внедорожным показателям классическим квадроциклам с мотоциклетными органами управления. Во-первых, вы не можете подыграть себе телом, перемещая центр тяжести. Ну и во-вторых, мотовездеходы тяжелее. Стихия таких багги – скоростная езда, а не трофи. Вот я немного переоценил возможности машинки и угодил двумя правыми колесами в болото. Благо, у нас есть квадроцикл и трос. На высоких скоростях радует работа подвески. Жестковато, конечно, изрядно потряхивает, но ходы подвесок велики, и чтобы заставить амортизаторы сработать на убой, нужно очень постараться. Дорожного просвета в 30 сантиметров вполне достаточно, чтобы без проблем преодолевать любую колею. Управление ЦФ-800 достаточно как ладиск. И можно управлять даже совершенно непредготовленным двигателем, типа меня. Все сразу становится понятно, и все упирается даже не в ваши какие-то навыки, а в то, насколько вам страшно. Или нет, поэтому нажми посильнее. Учитывая количество грязи, для скоростной езды в таких условиях все-таки стоит снимать ветровой щиток. Через него ничего не видно, а дворники не предусмотрены. Кстати говоря, пластиковая крыша тут тоже съемная. Еще один момент, скорее неприятный. Ты везде по ухабам, плечом бьешься все время вот об эту раму. Очень неприятный, больно. Нужно модернизировать этот мото-вездеход и сделать какую-то рамку отлет. Класс спортивных мото-вездеходов, как этот, относительно молодой, появился совсем недавно. И на нашем рынке не так много представлено подобных факторов. Давайте посмотрим, что предлагается в этом сегменте рынка российскому покупателю. Мото-вездеходы класса сайд-бай-сайд, или как их еще называют, UTV, очень популярны среди любителей активного внедорожного отдыха и среди спортсменов, которые дорабатывают свою машину для выступлений во всевозможных кроссовых соревнованиях. Более того, UTV используется и военными, например, израильской армией. Одним из первых спортивных мото-вездеходов с объемом двигателя в 800 кубических сантиметров стал американский Polaris Arziar 800. Именно на эту модель ориентировались инженеры CF-Moto при разработке героя сегодняшнего теста. Polaris имеет схожее техническое оснащение. Двигатель и трансмиссия тоже схемы. Но американский мотовездеход легче на 100 килограммов, а его подвеска может похвастать большими ходами. Российские дилеры фирмы Polaris просят за Arziar 568 тысяч рублей. Еще среди мото-вездеходов такого класса стоит выделить канадский BRP Commander 800. Он чуть крупнее, мощнее и дороже Polaris и CF-Moto. В России Commander стоит от 649 тысяч рублей. CF-800 Z8, конечно, смотрится неплохо на фоне конкурентов. Особенно благодаря своей цене в 430 тысяч рублей. Вопрос надежности остается открытым. Но, по крайней мере, как говорят дилеры, в обслуживании проблем возникнуть не должно. Все запчасти есть в наличии. Все, дорогие друзья, я перестал абсолютно видеть. Надеюсь, что камера не заляпала. И вы меня видите. Это была программа «Наши тесты» на телеканале Автоплюс. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok